начну с того чтобы что отвечу на вопросы которые сегодня я получил в течение дня это был вайбер это был ватсап несмотря на то что я давал свой телефон исключительно для тех кто хочет подать на политубежище мне сегодня писали люди по поводу визы по поводу спорта так ну давайте сейчас сначала отвечу так но первыми написала лёва он гражданин на имеет двойное гражданство гражданин армении каким образом могу оформить российское гражданство за короткий срок и как попасть соединенные штаты через острова но мы конкретно российским гражданством не занимаюсь у нас есть партнеры которые могут это сделать насколько я знаю в россии в москве есть всякие разные программы которые позволяют гражданам снг получить российское гражданство а если вам это нужно мы можем вам дать телефон дать контакт людей компанию которая этим занимается они нам уже помогали в подобных вопросах решить подобные вопросы то есть мы можем дать телефон вы свяжетесь и обсудите все свои детали то есть если у вас будет российский паспорт въехать на остров без визы возможно но единственным у вас просто подготовим сразу скажу чтобы лучше ехать на остров чтобы уже кейс был на руках то есть когда кейс на руках это решает многие проблемы так второй вопрос у нас был от азиза для граждан узбекистана как мы помогаем но для граждан узбекистана можно что сделать можно сделать визу туристическую визу подать на туристическую визу сразу скажу что туристическая виза плюс какая-нибудь конференции семинар и прочее но это путь к отказу потому что очень много людей подают на подобного рода визу визу натур визу плюс деловая поездка лучше всего выбирать турвиза плюс порт это более ну и если у вас есть английский язык и конечно лучше запрашивать иммиграционную визу но и либо и визу и фанности говорить про не иммиграционную визу то есть в зоне риска самая такая отказная виза это виза естественная виза б туризм лучше конечно же запрашивать что-то более сложная и более по статистикам выдаваемая так мне написал так 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 наргиза так значит вопрос слишком так 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 запутано по поводу так свяжитесь а вот по поводу представительства в бишкеке у нас есть представительство в бишкеке единственное что у нас там рабочий офис мы туда отправляем людей которые уже заключили договор с нашей компании для того чтобы легче было просто курировать наших клиентов оттуда то есть люди которые хотят заключить договор туда не попадают туда попадают уже люди которые уже уже заключили договор мы делаем всякие семинары делаем skype конференции и так далее так по поводу узбекистана представительства в узбекистане нет у нас нет представительству в узбекистане в данный момент у нас есть в нью-йорке ника это девушка которая живет соединенных штатах и который помогает нам курирует граждан узбекистана она говорит на узбекском языке вот она может помочь с работы но единственное сразу скажу чтобы ей не звонили просто так потому что когда мы повесили ее телефон и далее видеоролики в открытом доступе и начали звонить по всяким разным в том числе и глупым вопросом если вы действительно хотите заключить договор с компанией если вы хотите сделать виза если у вас есть вопросы связаны с воссоединением то есть если вы действительно клиент и планируете стать клиентом то тогда тогда мы вам дадим телефон естественно вы сможете пообщаться если просто так то мы уже в это наигрались то есть ника нам звонила просила убрать ее номер потому что в день там по 150 звонков звонят из ташкента там самарканта и просто пообщаться ребят просто пообщаться в америке там так не принято там каждый час работы юриста стоит денег так но в принципе вот вопросы которые были ответить в принципе ответил да значит что делаю есть сегодня у меня сейчас кейс кейс на политубежище я уже его закончил это это гражданин узбекистана 1983 года рождения он родился в городе гулистан он у нас идет по религии как вы знаете через несколько месяцев трамп открывает открывает квоты то есть это будет квота на 50 тысяч человек которые едут по религии конкретно по религии если при обаме в сша въезжали в основном мусульмане то сейчас ситуация поменялась кардинально теперь въезжают сша христиане которые как беженцы переселяются из мусульманских стран в данном случае узбекистан и кыргызстан нам подойдет то есть мы можем использовать эту программу единственное что вы будете въезжать по программе пароли то есть это не сразу же вы получите статус беженца по программе воссоединения а это будет статус пароли то есть на той стороне в соединенных штатах церковь от которой вы идете она должна быть американская она будет вашим спонсором на той стороне то есть они возьмут за вас обязательства но вам придется там может быть пока в каких-то волонтерских программах в церкви поучаствовать что еще но по поводу воссоединения сейчас данный момент как вы знаете на 120 дней квоты вообще закрыты то есть программа вообще беженцев ее свернули но могу сразу сказать у нас принципе не было там людей которые имели родственников сша и пользовались программой беженства то есть мы больше использовали программу пароли пароли в общественных интересах когда человек мог так как москва является центром она координирует беженцев и стран снг мы подавали в москве и неважно там из узбекистана или там из киргизии либо там еще откуда-то белоруссии или из украины неважно то есть у нас центр международной организации по миграции я кстати делал видео находится именно в москве это звенигородский проезд насколько я помню вот то есть мы подавали туда то есть переживать не надо для тех кто сейчас нами работает на что у нас были клиенты которые звонили о и вот что делаете вдруг сейчас нас там не пустят могу сразу сказать ребят вы въезжали не как беженец то есть вот то что сейчас трамп ограничил это касается уже тех кто уже въезжал по статусу беженцы вы въезжаете по статусу пароль это первое второе вот те мои клиенты которых я вот как раз сейчас заканчивал одного из в основном все идут по религии кстати вот формируя кейс по религии человеку мы внесли сюда кстати не ожидал что в узбекистане такая ситуация я не хочу никого там в чем-то обвинять или говорить о ком-то плохо я отношусь одинаково ко всем религиям ну просто в узбекистане христиане но не очень там все хорошо чувствуют тут есть вот эпизоды которым которыми мы напал наполняем кейс но там с 2006 года началась начались эти гонения неприятная ситуация есть даже люди вот 19-летний курал джан of парень который христианин оказался в в кпз в полицейском участке и причем не просто в пустой камере его забросили к экстремистам к религиозным экстремистам и в него там но его там били ему там иголки под ногти засовывали сломали ребра при этом полицейские ничего не делали вот этот случай мы тоже внесли в кейс плюс тут вот студенты которых отчислили с медицинского университета тоже в узбекистане 11 студентов христиан которых просто там еще был наезд на ректоры этого университета медицинского университета то есть такой случай нашумел свое время вот ну еще здесь у нас был так сейчас еще 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 посмотрю а вот у нас был бахтильер тучиев это тоже коренной узбек который был христианином есть христианином он также оказался в прокуратуре мвд ну в общем ситуация сейчас сложилось так в узбекистане что у нас есть нормы права есть норма обычаи есть международное право и но когда люди живут по обычаям просто они не обращают внимание на это но мы на это внимание обращаем потому что у нас кейс доказательная база кейса на беженство на на статус-пароль который мы запрашиваем он состоит кейс из прямых доказательств того что была дискриминация было насилие было оскорбление не давали спокойно верить в того в кого вы верите потому что есть определенные обычаи то есть именно из этого формируется кейс принципе сейчас тенденция хорошая почвы почва для иммиграции с трампом сейчас стало лучше особенно по направлению религии так что эти можно спокойно пользоваться а что я и рекомендую то есть я конкретно занимаюсь политубежищем ребята если вам нужно помочь с визой есть телефон екатерина есть телефон алексея и у меня исполнительный не на и рома то есть вот ребята занимаются конкретная виза я занимаюсь исключительно политубежищем вот у меня мой с собой мой компьютер несмотря на то что я на острове всегда его с собой беру какие-то истории отдаю своим помощником чтобы они делали какие-то сам делаю а сразу скажу что все истории которые мы формируем мы ничего не выдумываем то есть все что происходило с вами это реальность потому что если мы начнем вам что-то выдумывать вашем кейсе это приведет к тому что на интервью в которой вы окажетесь однозначно у вас будет отказ то есть этого делать мы не будем ну как правило человека если задумал при лиге допустим поехать или там по политике что мы тоже делаем либо по лгбт меня занимаются девочки в нью-йорке ну как правило у меня не было вообще ни разу ни одного случая чтобы у человека не было эпизодов так или иначе при работе с нашим психологом у нас в штате работает психолог александр после заключения договора на политубежище мы отдаем клиента ему он работает 3-4 дня и вытаскивает с помощью психологических приемов и всяких разных технологий эпизоды о которых вы может быть даже уже не помните указывает показывает на них вы соглашаетесь либо нет но это целая авторская методика и она у нас работает и срабатывает кстати что самое главное так что еще в принципе все вот мы сейчас запускаем наш новый сайт ближайшее время начну уже сразу рекламу значит это мигрант дефис лор по-английски юрист . ком то есть там у нас будет сайт сайт будет исключительно по направлению моему это будет мой сайт он не будет иметь никакого отношения к визам то есть там будет информация там будут свежие новости там будут изменения в нормативно правовых актов соединенных штатах связанных с иммиграцией именно по направлению пароля пароля в общественных интересах пароля как гуманитарный пароль когда вы едете лечиться ну и разные всякие беженские программы то есть эта тема мне интересно кстати еще скажу что мы беженцев отправляем не только в соединенные штаты но сейчас мы открыли новое направление скандинавии у меня живут родственники в скандинавии когда-то они воспользовались этой программы и сейчас мы решили что можно это тоже запустить то есть как это делается и какие условия какие требования кейсу мы уже это знаем и с удовольствием поделимся с нашими клиентами вот в принципе я закончил подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт если дефис виза последняя буква z не путайте . com в нашу группу facebook у нас кстати сейчас два канала один канал нам благополучно заблокировали наши конкуренты мы скоро сделаем видео с благодарностью тому кто повлиял куба способствовал этой блокировки мы сейчас разблокируем просто отняли наше время немножко вот и у нас есть еще один канал который к счастью пока работает ну вот так всем всего доброго привет с острова кстати если российский паспорт у вас есть и вы еще раздумываете ехать или не ехать ребята пользуйтесь случаем тут у нас представительство вас встретит вам помогут здесь можно найти работу здесь прекрасный английский язык прекрасные люди главная погода тут всегда светит солнце всем всего доброго пока